Что касается крипты, пару слов. Я, скажем, могу взять тот же биткоин у меня есть в портфеле. Я его набирал по 19 тысяч, по 68, 2 третьих фиксировал. У меня команда работает, мы совместно принимали такое решение. Опять же, это портфельные вещи, туда входит и TLT-облигация, туда входит и серебро, то есть это такой вот портфель. Это одно из направлений. Чем, опять же, крипта – это хайпово сейчас, крипта – это модно сейчас, но все опять зависит от суммы. Чем, естественно, больше у вас сумма сбережений, тем вам больше нужно думать о безопасности, в том числе ваших средств. В плане брокера, биржи и так далее и тому подобное. Потому что, опять же, когда вы берете монетку, за которой, скажем так, довольно сомнительная история, и когда вы берете актив какой-то определенный, фондовый, то за ним совсем другая история, за ним совсем другие активы стоят и так далее. Опять же, я не отговариваю от крипты. Крипта может… Крипта мне чем-то напоминает рынок, наверное, 10-15 летней давности. Может быть, даже раньше, но раньше я еще пока не торговал, то есть я с 2009-го, получается, года на рынке. Поэтому получается, что крипта, она молодая, она, наверное, где-то более техничная, но, как любой актив, она будет точно так же стоять в плане техники, в плане ликвидности и так далее. И через время вы будете уже получать те самые инструменты, которые откалибровались, которые уже тяжеловесы, которые себя ведут наподобие там S&P 500, евро-долларов, фунта и прочее, прочее, прочее. Это получалось одно время неплохо, особенно я торговал отчетные акции, пока работал сам как проб-трейдер, а не руководил проб-трейдерами. И на этом этапе у вас возникает где-то, ну, не то что выгорание, но, поверьте, это очень сложный труд, когда вы по 4-5 часов делаете только домашку, отбор и так далее. Но еще ладно, когда раньше стреляли эти отчетные акции, сейчас 80-70% просто умирают после гэпа, то ты просто начинаешь думать, не найти ли более какую-то эффективность, где ты будешь гораздо более прибыльным. Поэтому я сфокусировался на основных инструментах, часть лежит на Форексе, но больше я специализируюсь по индексу S&P 500. По индексу S&P 500 я торгую его как напрямую, так и через опционы и так далее. То есть здесь я работаю не просто по технике, да, то есть это уже пройденный этап, когда ты там торговал только по технике, чертил точно так же полосочки и так далее. То есть результаты как бы так, плюс-минус, плюс-минус, когда-то хорошая серийность была, плюсовая, потом временами была нестабильность и, ну, когда ты работаешь на себя, на свои деньги, это еще окей. Но когда ты начинаешь работать с инвесторскими и еще на тебе лежит груз ответственности, то это уже становится несколько напряжно, потому что ты отвечаешь за результат и любая нестабильность сразу вызывает к тебе ряд вопросов. Поэтому я пришел к тому, что ты должен торговать вероятность. Я уже говорил несколько раз на вебинаре, который я проводил в том числе и публичный, никаких секретов нету, то есть выявление работы в рамках вероятности – это не только техника. Это прежде всего знать свой инструмент и знать математику инструмента. То есть вы берете инструмент, раскладываете его там с 2005 года на составные, сколько он изменяется, сколько он входит, как он двигается и так далее. А техника уже идет вторично. Потом вы уже раскладываете свою статистику, то есть свою торговую модель, когда вы принимаете решение, сколько вы забираете прибыли с хозяйства волатильности, куда вы должны поставить стоп и насколько эта система вообще может работать. То есть примерно так выстраивается уже работа с вот этими инструментами сторожилов. Если вы будете просто пытаться там три к одному зацепить и пытаться там выставить стоп, который вас не заденут, поверьте, результат будет относительно печально. Вот, у меня сейчас монитор загружен, но я постараюсь пару картинок показать, ну, потому что без картинок не бывает. Вот, я сегодня ненадолго, потому что вынули смотреть за рынком. Ну да, позиция у меня сейчас очень неплохая, вот, в опционе 492 на продажу. И я его брал по 2 цента, он уже 7 центов, то есть уже 13, 12 центов прошли. Плюс, ну, на хорошей еще позиции. А, помимо этого, я еще смотрю, когда анализирую S&P 500, я еще смотрю на затем, как ведет себя отдельная каждая акция, которая входит в топовые в S&P 500. Ну, то есть, как видите, здесь как раз UNH, GS, Goldman Sachs, HD, Caterpillar, то есть все здесь, CRM, McDonald's, MG, Visa, Microsoft, Apple, NVIDIA. То есть вы получаете полную картину происходящего еще по составным, то, что находится в индексе. Так, это я показывал. Вот это вот я объяснял, но, наверное, не загрузил. То есть вот он диапазон, собственно говоря, вот 502,5, куда мог дойти рынок. Поэтому здесь именно выбирал опционы. Вот он 500 и продавался по 0,21, когда удержали 0,25. То есть рынок все еще стагнировал вниз, падал, а опционы уже держали в этот момент. Ну, и при том, что довольно внушительное сопротивление было, я понимал, что, скорее всего, в этот день его не пройдут, поэтому здесь было абсолютно логичным решением. Так, что еще не показал? Золото показал, это показал. Ну, в общем-то, все, да. Все, чем я хотел с вами поделиться. Субтитры сделал DimaTorzok